Всем здравствуйте! Сегодня будем делать кракелюр при помощи обычного клея ПВА и обычной эмульсионки. Она у меня кофейная, я туда немножко добавила колера. Значит, для тех, кто не знает, кракелюр это такая потресканная поверхность, когда трескается верхний слой краски, ну вот как бы со временем. Такое можно увидеть в музеях, картины старинные, которым по 200-300 лет верхний слой потрескался и образовались такие вот трещинки. А мы будем создавать это специально, потому что сейчас такая техника очень даже в моде. Надо сказать, что специальные лаки, клеи для кракелюра стоят очень дорого. Поэтому вот люди придумали, что можно пользоваться обычным клеем ПВА. Поверхность у меня темная, я ее загрунтовала темной акриловой краской. Тонким-тонким слоем это сделала при помощи пульверизатора. Ну, можно, конечно, кисточкой нанести. А вот теперь наносим клей ПВА такими вот неравномерными как бы мазками, где-то больше, где-то меньше, где-то, как говорится, густо, где-то пусто. Сильно толстый слой делать не надо, но и тонкий нам не нужен. Поверхность у меня деревянная. Она, конечно, немножко впитывает. Поэтому повторно наношу. Вот пускай минуточку просохнет, просто при комнатной температуре. А потом уже просушим немножко феном. Снимаю без монтажа. И поэтому, чтобы вам как бы не был такой противный звук от фена, значит, буду его выключать, конечно. Но вот хочу сказать, значит, вот, допустим, здесь тонкий слой клея. И вот здесь вот высохнет быстро. И сразу я буду выключать фен. Потому что если тонкий слой высох, значит, на толстом слое уже образовалась пленочка. Вот здесь толстый слой. Здесь вот нам надо именно, чтобы образовался толстый, вернее, тонкий слой на толстом слое клея ПВА. А вот внутри, чтобы клей как бы оставался сырой. Вот этот момент надо как бы уловить. Все. Вот тут уже сухо. Где тонкий слой. Достаточно. Так, теперь берем эмульсионку. И также мягкой кисточкой наносим. Также, как бы не особо стараясь. Где-то больше, где-то меньше. Но нижний слой должен быть прокрашен. Также подождем немножко, минутку-другую. А потом будем сушить феном. Почему будем ждать? Потому что если вот сразу пользоваться феном, то горячий струя горячего воздуха фена может эту краску как бы вот разнести вправо-влево. А нам это не надо. Нам надо, чтобы краска наша осталась. И чтобы были трещинки растресканные. Так, ждем. Субтитры создавал DimaTorzok если раньше на пластмассовой поверхности кракелюр появлялся на 10 секунде то вот на деревянной смотрите какая прелесть на 5 секунде так не буду гудеть действовать вам на нервы выключаюсь и еще немножко посушу уже эффект прекрасный и так кракелюр наш высох покрываем лаком лак акриловый купленный в обычном строительном магазине если все покупать в рукодельном магазине и лак акриловый и лак кракелюрный то выйдет все очень дорого я очень рада что я освоила эту технику так что девочки готовьте какие-то шкатулочки какие-то бутылочки будем все это дело кракелюрить как говорится держите меня семеро так теперь вижу что я лака положила многовастенько убираю лишний лак пускай подсохнет и потом уже покажу вам конечный результат а вот это кракелюр я делала на пластмассовой поверхности смотрите тоже все хорошо получилось кракелюр подсушила верхний слой подсушила все тем же феном вы знаете по моему трещинки стали шире прямо более такие выявленные мне все очень нравится а вообще это будущая шкатулка получается это мы не сделали кракелюр а здесь вполне возможно тоже будем делать кракелюр и вот всякие красоты сюда будем клеить короче впереди вас ждут не менее интересные видео значит вот это я научилась делать совсем недавно значит кому интересно как сделать оттиски которые гнутся не ломаются их можно приклеивать не только на ровную поверхность но и на какие-то бутылочки круглые смотрите какая прелесть так что пишите если интересно значит видео такое будет а на сегодня все до свидания всего доброго до девочки не забудьте же пальчик вверх поставить это не то что прям вы меня благодарите за это видео а так вы сохраните понравившиеся вам видео а то в следующий раз будете искать а можете и не найти а так хоп она у вас сохранилась до свидания всего доброго